Уважаемые гости, мы рады вас приветствовать. Сейчас вы находитесь в библиотеке. Это уникальное место, это хранилище истории, знаний и культуры. Это малая часть большой всемирной истории. Сейчас мы совершим небольшое путешествие во времени. В этом путешествии мы узнаем о том, как появились библиотеки, как развивались, какие места ли и что же их может ожидать в будущем. Итак, мы начинаем наше путешествие на машине времени. Вначале было слово. Потом появилась письменность. Письмо сохраняло накопленный опыт. Помогало людям общаться друг с другом. Способствовало расширению торговли. По мере развития письменности человек искал все более удобные и надежные материалы и способы хранения текстов. Особенно таких, которые были необходимы ему в повседневной практической деятельности. Так постепенно появляются условия для создания книги. Самая древняя письменность – письменность шумер. Затем стали изготавливать папирусные свитки. Позднее появилась бумага. В нашей стране это колхидское письмо ему свыше трех тысяч лет. Позже появились белестяные грамоты. Первые рукописные книги на Руси появились около тысячи лет назад. Появление славянской письменности в современном виде – это заслуга святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку и перевели христианские церковные книги с греческого на церковнославянский. Первой русской печатной книгой в России является «Апостол» – церковная книга, выпущенная в Москве в 1564 году. Потом появились первые буквари и учебники арифметических задач. Для газеты-журналов в 1710 году в России Петром I был утвержден гражданский шрифт. Создание книг потребовало решения проблем хранения этих книг. И это привело к созданию библиотеки – учреждения, собирающего и хранящего произведения печати и письменности для общественного пользования. Первые сведения о существовании библиотек относятся ко времени Древнего Востока – это VII век до н.э. Одна из самых первых библиотек этого времени была библиотека клинопесных табличек ассирийского царя Ашур-Банепала в Ниевее. Царь владел несколькими языками и клинописи, писал стихи, был астрономом, математиком, архитектором и строителем. Ашур-Банепал создал величайшую библиотеку, содержащую более 100 тысяч глиняных табличек. На них значились литературные произведения, легенды, молитвы, магические формулы, медицинские и математические трактаты, а также ботанические и географические словари. Некоторые из них дошли до наших времен, были расшифрованы и переведены на многие языки мира. Первоначально библиотеками пользовались только ученые. Со временем число образованных людей увеличилось и возрастала необходимость пользоваться библиотекой. Библиотека Древнего Востока выполняла функцию сбора и хранения документов. Ее можно считать прабабушкой библиотеки античной Греции. Наиболее известными библиотеками античной Греции считаются Александрийская и Пергамская библиотеки. Наивысшего расцвет Александрийская библиотека достигла в годы правления царя Птоломея II, Филадельфа, решившего собрать все произведения, написанные к тому времени на греческом языке. Для пополнения библиотеки Птоломеи прибегали нередко к весьма специфическим методам. Итак, мы отправляемся дальше, в Древний Рим, 7-6 век до н.э. Сначала библиотека у римлян служила музеем, где они собирали трофеи военачальников. Первая общественная библиотека в Риме в качестве книг-хранилища была открыта лишь в 1939 году до н.э. В ней первое время проходили публичные чтения новых произведений. Книги изготовляли, как и в Греции, из папируса. Переписанный свиток наклеивали к палке и навертывали на нее, читая ее посеву, постепенно разворачивали. Концы палки обычно украшали шариком из металла или слоновой кости. Часто весь том помещали в футляр из пергамента мембрану. Название книги писали на футляре или на особой табличке, прикрепленной к шарику. Узнать историю книжного дела и библиотек Древнего Рима нам помогают и археологические раскопки. В августе 1979 года н.э. в результате извержения Везувия погибли три города, находившиеся у его подножия. Помпеи, Геркуланум и Стабий. Во время раскопок Геркуланума, лежащего под слоем грязных потоков, в 1752 году на глубине 27 метров было обнаружено помещение, из которого извлекли 1750 обуглившихся свитков. Перед вами библиотека Древнего Рима, библиотека Цельса. Эпоха Средневековья, XII-XIII век, первыми в Западной Европе возникли монастырские библиотеки. Здесь особое значение придавалось сохранности книг, чтобы уберечь рукописи от мошенников и воров. В первых библиотеках принято было прикреплять книги к полкам цепями. Цепи, удерживающие книги, были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки, прочитать, но не давали вынести книгу за пределы библиотеки. Книги на полках стояли иначе, чем сегодня, корешками от читателя. Это позволяло не запутывать цепь, когда книгу снимали с полки. Практика приковывания книг к цепями просуществовала до конца 1880-х годов, пока книги не стали издаваться массово, и их себестоимость не снизилась. Сегодня в мире сохранилось несколько библиотек, где книги все так же хранятся на цепях. Первая библиотека на Руси была основана в городе Киеве в 1037 году. Это намного раньше возникновения печатной книги. Первоначальная форма книги представляла собой свиток папируса. Длина таких свитков обычно достигала несколько десятков метров. Эпоха Возрождения, Италия, XIV-XV веков. В этот период времени на первый план выходит частная библиотека. Одно из лучших библиотек было собрано выдающимся поэтом Франческо Петраркой. Он тщательно собирал произведения античных авторов. Когда он не мог приобрести оригинал, то заказывал копию, а иногда даже переписывал ту или иную книгу сам. Меняется время, меняется представление и о библиотеке. Она перестает быть архивом, и теперь возникает вопрос о необходимости строительства зданий специально для библиотек. Эпоха Просвещения, XVII-XV век. В понимании людей этого времени просвещенным мог считаться человек образованный, то есть человек читающий. Библиотека меняет свои ориентиры в сфере обслуживания читателей. Она становится общедоступной. Особую роль начинает играть тип придворной библиотеки. Наиболее сильное влияние на библиотеки того времени оказали идеи французского ученого Габриэля Ноде. Будучи профессором медицины и личным врачом Людовика XIII, Ноде был известен и как философ. На протяжении многих лет он работал и библиотекарем. Он разработал систему расстановки книг, то есть классификации фондов по отраслям знаний. В библиотеках Просвещения постепенно стали появляться книги на разных языках. XIX век. Интенсивно развиваются гуманитарные науки. Стало больше университетских библиотек. Создаются печатные, карточные, алфавитные каталоги. Библиотекарем в это время мог стать только образованный человек. Знакомьтесь, это знаменитая императорская публичная библиотека и национальная библиотека Франции. В 1920-1930 годах начинают активно развиваться специальные библиотеки, собирающие материалы по отдельным отраслям знаний. Появляется все больше библиотек промышленных предприятий, исследовательских учреждений и фирм. В конце XX века во многих странах мира, Австралии, Великобритании, Бразилии, Норвегии и в ряде других стран для библиотек стали строить специальные здания. Некоторые из них расширили свои площади или освоили новые, в том числе и подземные. Расширяются масштабы и формы обслуживания. Возникают и развиваются новые функции библиотек. 21 век. Время новых технологий. Что она из себя представляет? Современная библиотека. Библиотека сегодня это уже далеко не только книги. Современная библиотека в первую очередь информационный центр. Она разрушает свои физические границы, переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к информационным ресурсам, представленным в сети интернет. С другой, создает собственные электронные информационные ресурсы. Различные базы данных, коллекция цифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы. Более того, современная библиотека это центр общественной жизни, который ориентируется на личность и меняет ее потребности. Это и уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. Какими станут библиотеки в будущем? Давайте помечтаем. Там будут наши любимые книги с картинками и без, разные по форме и размеру. А может, придя в библиотеку, люди будут читать книги, которые позволяют перенестись в историю, рассказанную писателем, и наблюдать за героями этой книги. В библиотеках будет много интересных книг с 3D-эффектами. Библиотекарей будут помогать роботы-помощники. Очень большой вклад внесли библиотеки в жизнь человека. Если бы не было библиотек, где на протяжении веков сохранились записи историков, астрономов, математиков и многих других ученых, то мы много бы не узнали об истории мира, о развитии науки и искусства, то никто не смог бы передать накопленную веками информацию нашим современным изобретателям. Наука просто бы ходила по замкнутому кругу. Без помощи их не было бы новых технологий, телевизоров, сотовых телефонов, машин, электричество, и мы никогда бы не смогли летать на самолетах и плавать на кораблях, ездить на машинах, и если бы не было библиотек. Поэтому библиотека была, есть и будет, потому что хранилище истории, знаний и культуры – это библиотека. Это малая часть, но очень важная в большой всемирной истории. В указе номер 539 об установлении общероссийского дня библиотек президент Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина отмечено большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества. Отмечать его с 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 году Первой государственной общедоступной библиотеки России Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова